всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я предлагаю девчонки сделать подклад вот для этой сумки сумка слегка не довязана и сейчас я сначала сошью для нее подклад и потом уже буду заканчивать для этой сумки я выбрала вот такой материал это хлопок он сочетается по цвету и если будет выглядывать проглядывать изнутри то по моему это будет очень даже хорошо смотреть подклад у меня будет вот на такой тесенки сейчас я сошью форму подклада затем пришью к нему тесенку сверху и уже за тесенку я привяжу этот подклад к сумочке внутри и так для того чтобы начать кроить подклад для сумки мы должны сделать измерение берем сантиметровую ленту гибкую и делаем измерение внутри сумочки то есть смотрите я вот так вот сложила ленту я при вас это не буду сделать я это сделала до вас вот таким образом сложила ленту засунула туда внутрь и там уже фиксировала вот так вот руками где у меня какие объемы и длинны высоты и уже смотрела сколько у меня сантиметров получилось и так что нам нужно измерить смотрите дно у меня то есть мы измеряем вот так вот длину и ширину основания сумки там внутри у меня получилось 29 сантиметров на 9 дальше я измеряла обхваты сумки и смотрите у меня сумочка имеет самую узкую длину вот здесь вот внизу самую широкую так скажем самый широкий объем вот здесь посередине ближе к верху наверное да и еще один объем у меня вот здесь если у вас сумка расширяется прямо либо прямая то есть вам нужно измерить ее сверху и снизу у меня будет три мерки внизу у меня обхват внутренней 68 сантиметров по поверху на 74 сантиметра и в серединке вот здесь вот на таком уровне изнутри измеряла 80 сантиметров высота сумочки 70 сантиметров там дальше уже когда будет почти готов подклад мы длину сможем подкорректировать по месту для того чтобы начать кроить берем самый большой обхват сумки то есть это 80 сантиметров складываем материал пополам примерно и вот я выкладываю так чтобы у меня было здесь 40 сантиметров в сложном состоянии и плюс еще 5-6 миллиметров на шов оставлю конечно же материал складывают изнанкой внутрь но так как у нас такая простая выкройка уж пожалуйста товарищи запрос щеки не закидывайте меня камнями сейчас я это выверну это у нас первая деталь все она у нас готова теперь краем деталь дна то есть у нас у меня вернее 29 на 9 и прям как по заказу посмотрите 30 сантиметров у меня высота так скажем моего отреза ширину отмеряют 10 то есть получается здесь пол сантиметра тут пол сантиметра и по бокам то есть я отмеряю 10 сантиметров вот тут вот ширину дна как раз по пол сантиметра пойдет у меня в шов и сейчас сделаем нашу выкройку раньше у меня был даже маркер который стирался потом при стирке но сейчас я его не нашла почему-то все вторая деталь готова здесь я складываю эту деталь вот так вот в четыре раза чтобы у меня все уголки попали в одну сторону таким образом слегка закругляю все уголки так сказать одним движением все у меня получилось вот такая вот деталь на таким образом мы скроили с вами подкладку сейчас пойдем к швейной машинке еще я себе скроила два кармашка один кармашек не очень глубокий будет у меня с одной стороны и второй кармашек пошире он у меня будет разделен на две части в него я буду складывать в одну часть который по уже будет телефон во вторую свою книгу электронную все прошиваю таким образом мы сделаем подгибку для кармана все второго кармашка и девочки наверно сейчас нарушая все каноны кройки и шитья то есть смотрите что я делаю я вот так вот прикалываю лицевой стороны подкладки карман вниз головой здесь я подогнула просто я ненавижу наметку вот потом он у меня вот так вот поднимется мы сейчас кто тут пришьем поднимем и прострочим вот эти вот места с этой стороны точно так же вот он у меня второй карман вниз головой прикола и так вот он будет у меня здесь находиться в общем кто понял что я сделала повторяйте кто не понял просто наметывайте карманы на свои места точно также на зигзаге пришиваем нижний край убрали иголки развернули карман тут у нас все подвернуто здесь наверно надо опять на ровном месте его положить на свое место на месте на место и снова приколоть иголочками и так поехали поворачиваемся и еще раз прошиваем смотрите пока красота кармашек у меня будет внутри все аккуратно хорошо такой кармашек будет у меня внутри сумочки но и второй точно так же я все сделала кто здесь приколола сейчас прошью по периметру и вот здесь вот наметила уже здесь у меня будет карман для телефона а здесь карман для книги электронной и вот здесь вот я сделаю шовчик разделить чтобы разделить эти кармашки все красота посмотрите за каких-то 15 минут я пришила скроила пришила все готово так дальше теперь складываем нашу подкладку лицом к лицу и прошиваем вот этот вот шов помним да мы оставляли на него примерно пол сантиметре к так теперь смотрите что мы делаем дальше вот у меня детали дна вот это лицо там изнанка я прикладываю заготовку с подкладом причем смотрите вот так вот посерединке шов составить состыковую да с короткой стороной дна и обратите внимание карманы у меня кверх ногами то есть вот видите здесь низ кармана то есть он будет идти здесь будет у нас располагаться с вами но сейчас так здесь я делаю первую иголочку все прикололи наметили дальше я складываю подклад пополам намечаю вот эту серединку беру но точно также совмещаю серединку дна здесь ставлю вторую иголочку здесь все тут у нас точно также можем соединить дно найти серединку так можно так вот за пальчиками прижать у вас здесь складочка останется и точно также здесь где у нас подклад все совмещаем эти места где у нас тут вот они и смотрите помните у нас было было три мерки одна мерка у нас была широкий край это это у нас самая широкая часть сумки и мы с вами крае ли по самой широкой части значит тут у нас будет много материала так с этой стороны точно также мы сделаем прикольно я уже без с противоположной давайте без вас это сделал сейчас объясню что мы будем делать вот здесь нам нужно то есть вот мы проложили с вами вот эту вот красоту а все лишнее мы закладываем в складочки вот в такие и точно также их тут прикалываем все нам с вами сейчас надо сделать вот такой шов из четырех сторон сделать складочки которые у нас выходят тут лишним материалом все делаем 4 складочки то есть сейчас вам осталось состыковать вот эту часть серединку и со всех сторон сделать складочки и потом мы это все прошьем все расставили иголочки пришиваем не делаем никаких лишних тела движений с наметываниями с измерениями чем-то все очень просто в этой жизни должно быть просто и быстро ну и к тому же качестве ура теперь идем примерять наш подклад сумочку так девочки я бы сказала что все получилось просто идеально так вот здесь вот я измеряю сколько мне необходимо подогнуть и решить надо еще вот эту вот тесемочку принципе можно было бы ее пришить вот так вот сверху но мне кажется она сильно будет здесь контрастировать вот поэтому я решила наверное что я ее вот так вот спрячу спрячу и уже привяжу вот в эту вот обвязку в принципе можно сделать опустить вот сюда и один край вернее один ряд оставить без ну так сказать без подклада вот не знаю как лучше ну-ка что скажете вот сюда прямо сделать вот так вот это будет она и так и так подкладка будет видно или вот здесь распустить один ряд и туда отправить так ладно сейчас подумаю в общем с обратной стороны я решила это однозначно я сейчас пришлю тесемочку сейчас все измерю досконально и пришью тесемку к краю так что я решила все-таки сделать в край вот сюда потому что это будет удобней в том случае вернее в моем случае так как я вяжу по спирали это писать если я начну связывать ее в одном месте то придет она у меня в другом месте до состыкуются тут ступенька будет и поэтому я решила что сейчас я как раз за делаю здесь вот край то есть уберу на нет вот здесь последний ряд и уже буду делать обвязку и в эту обвязку привяжу подкладку вот все я посчитала как раз кстати посмотрите вот это вот тесеночка я ее на алиэкспрессе брала и могу вам оставить ссылочку вот это тесеночка как раз у меня падает в одну из двух то есть у меня здесь так что получается 110 столбиков я делю пополам и сейчас 55 вот этих вот петелек я отрежу и пришлю пришлю их краю подкладки так девочки еще момент вы помните да у меня верхний край немножко уже чем здесь и поэтому если я просто пришлю сейчас тесенку у меня она пойдет волнами поэтому сразу закладываю вот здесь вот такие защипники небольшие и вот примерила все должно хорошо лечь у меня вот с двух сторон в двух местах то есть вот здесь вот две сбоку два защитника и вот здесь два защитка все пришиваю тесеночку с обратной стороны чтобы здесь у меня были видны только петельки итак начинаем ввязывать подклад здесь я распределяю где у меня какая сторона вот и подвожу к этому месту то что у меня получается сейчас этот ряд я провяжу просто столбики без накида вот такие как обычно и столбики буду провязывать один просто столбик один столбик с петелькой подкладки так девчонки сумочка моя готова показываю вам как здесь вписался подклад смотрите как все лаконично как все гармонично очень мне все нравится здесь книжка здесь у меня телефончик вот девочки применяйте такую технику в общем шейте подклады к своим сумочкам по вашим размерам у вас все получится я это знаю но у меня на сегодня все с вами была юля и мой факультет рукоделия а еще мой маленький помощник до смоки где пока пока у меня не был он 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 и